И сейчас решили прогуляться по Дерибасовской. Вот даже по такой Дерибасовской прикольно погулять. Телефон очень осветляет, честно скажу, очень. Конечно, айфон, он, конечно, красавчик в этом плане, но не передает вам настоящей картины. Вся Дерибасовская гремит. Но кафешки, видите, вроде света нет в центре города, но все кафешки продолжают упорно работать. Вот так выглядит Дерибасовская. Сейчас. Я уже говорил, почему-то центр города, он очень обделен электричеством. Посмотрите, сейчас вот я сделаю так, чтобы будет понятно, как это на самом деле выглядит жизнью. Видите, на 0.5 если делаешь, то в принципе оно приближенно более или менее. На единичке вот айфон очень осветляет. Так что пойдем вот так. Нет, хотя так вам ничего вообще не будет видно. Да, мы только что с театра и видео про театр будет завтра. Потому что я снимал все на свое фото ружье. Диджай Покет 2. Это надо выгружать, редактировать. А сейчас я решил поделиться с вами видео с Дерибасовской. Периодически это делаю. Наверное, раз в две недели где-то выкладываю нашу главную улицу в городе. Хотели тоже снять здесь квартиру. Прямо вот в этом доме. Классная здесь есть квартира, но света нет. И самое интересное, что никаких скидок тоже нет. Никто ничего не скидывает. Если хочешь снять там номер. Я уже рассказывал, если там есть огромная джакузи, там в принципе красиво номер сделанный. Цена у него немаленькая, то даже если этот джакузи не работает и нет света, все равно цена остается такая же самая. Никаких скидок никто не делает. Ну что ж, мы идем мимо KFC. Там сидят охранники при лампе. KFC не работает. Не борются за своего клиента, как остальные кафе. Макдональдс до сих пор пустует. Бросил он Одессу. Уже на раз забыл, как Одесса выглядит. Честно скажу, вот хотелось бы пойти в Мак и как съесть вот эту вот не о чемщину. Вот когда он был здесь, вообще было не интересно. Но мне вообще не нравится Макдональдс. Мне кажется, что все эти бургеры там пресные. Если пойти в Бургер Ким, то получишь гораздо больше удовольствия, если уж говорить про фастфуды. Но, блин, вот как в 96-м, когда открылся Макдональдс на Дерибасовской, по-моему, это был 96-й год, вот примерно уже где-то такие ощущения. Потому что уже вот достаточно долго нет и уже как-то хочется опять ощутить вот то самое удовольствие от прикосновения к этой бумаге, к теплому бургеру. Взять какое-то меню и пожевать картошку по-селянски, но, на жаль, сейчас мы не можем себе этого позволить в Одессе. Так, ну, Амстердам горит, в этой части Дерибасовской все более или менее светло, потому что тут уже и 12 манкес располагается, и Амстердам. Тут уже больше людей. А вы помните, да, кто вот одесситы, вот этот 96-й год, и когда открыли Макдональдс? Я вот помню, что я увидел, по-моему, вот эту бумажную историю от картошки, которая лежала где-то на улице в центре города или стакан Макдональдс. Я так, я даже не знал, по-моему, что было открытие, я так, оп, спросил, что сам у себя, у своих знакомых, что у нас Мак открылся. И когда пришел сюда, на Дерибасовскую, к Макдональдсу, тут была огромная толпа. Я вот уверен, что когда Мак вернется в Одессу, если это не будет доставка, то здесь будет точно такая же толпа, потому что народ голодный до Макдональдса. Народ, который соскучился, побежит снова к Макдональдс, ну, чтобы скупать всякие там меню, картошку фри и бургеры. Ну, потихонечку мы дошли до 12 Манкис, здесь молодежь и подростки веснуются, а мы сейчас пойдем дальше к оперному театру, я вам покажу оперный. И на этом, наверное, закончим нашу прогулку сегодняшнюю. Посмотрите, какая сегодня полная луна. Красиво. Ну, вот оперный театр в Дымке, честно, вот в телефоне в три раза виднее, чем на самом деле. А посмотрите, как красиво это все выглядит. В жизни не так красиво. Оп, вот так примерно. Выглядит это в жизни. Но у нас сейчас света нет дома, поэтому мы домой особо не спешим, но в любом случае надо выдвигаться в ту сторону. Для того, чтобы хоть успеть уже в магазин, хоть сейчас, пока нет сирены, воздушной тревоги. Ну что, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всего вам хорошего. До новых встреч и до нового видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok